Слава Господу, дорогие друзья! Слава Богу, дети Божьи! Вот, больше людей ответило. Слава Иисусу! Матфея, 3 глава, 7 стиха. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддуке, ведущих к нему креститься, сказал им, по рождению Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира, то есть топор при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящего доброго плода, срубает и бросает в огонь. Дальше Ян Креститель говорит, я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной, он говорит об Иисусе Христе, сильнее меня, я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Тема моей проповеди сегодня – дети Божьи. Я думаю, мы уже, может, привыкли называть себя детьми Божьими, и мы сами себя так называем, мы так думаем. Но когда пришли эти фарисеи из Саддуке и Киану Крестителю, он говорит, а вы даже не помышляете называть себя детьми Авраама? Говорит, и сам Иисус назвал, говорит, а вы дети дьявола. Говорит, как? Говорит, вы дела дьявола делаете, вы убить меня хотите, а вы называете меня и Духа Святого во мне, вы называете, что я дьявол в тебе, говорят. Говорит, кто? Ты есть, ты узнаешь из дел, которых ты делаешь. Не так, как ты называешься. Смотрите, первое время, когда христиане стали называться христианами, это когда другие люди их называли христианами, потому что они были христоподобными, похожими на Христа. А когда мы приходим и говорим, ну я христианин, а вы подумайте, вот просто сейчас задумайтесь, вот за последний месяц, кто-то извне вам сказал, что ты христианин? Или мы просто сами называем себя христианами? Как видит нас мир? Видит ли он Христа в нас? Или мы сами себя ублажая называем, ну мы христиане, ну мы же дети Божьи. Если ты не делаешь дела, которые ты видел у отца, и ты их не делаешь, ты не являешься его детем. Ты обманываешь сам себя. А обманывая самого себя, ты поступаешь по примеру отца, который прежде всех солгал, это дьявол. Проверьте себя, кто я есть? Есть ли я дитя Божье? Вижу я Господа, иду ли я его делами? Поступаю ли я, как Иисус поступал? Если я не поступаю, я не являюсь его последователем. Я не являюсь его детем. Дом мой, домом молитвы на речет, как сказал Господь. Для меня молитва, это самый лучший индикатор моих отношений с моим Богом. Можете проверить себя, когда вы стоите на колени, когда вы молитесь, о чем вы молитесь, как вы молитесь. Когда у человека нет отношений с Богом, или неверующий человек, когда он сидит, он говорит, ну возьми молитву, он стоит, ну, слава Богу, ну, и он не знает, у него нет отношений с Богом. Возьмем нашу семейную жизнь, да? Муж с женой две недели не разговаривает. У них, можно сказать, отличные отношения, да? Да нет. В отношениях человек должен разговаривать, любое отношение, и ведет к разговору, к общению между людьми. Если мы говорим, мы дети Божьи, мы христиане, проверим свою молитву. Сегодня брат сказал, что молитва – это как служение. Я с этим согласен, и немного хочу подчеркнуть. Писание говорит, до мой дома молитвы наречется. В молитве будьте постоянны. И когда, говорит, и когда будете молиться, зайди в комнату и закрой двери. Говорит, не если будешь молиться. То есть, твоя молитвенная жизнь – это твои отношения с Богом, по-другому не может быть. Молитвенная жизнь – это фундамент всех остальных служений и отношений с Богом. Можете сказать, ну, у меня работа такая, я вот тружусь, плачу десятину, я служу, помогаю бедным. Но если у тебя нету молитвы, у тебя нету отношений с Богом. Что такое дети Божьи? Римлянам, здесь 8 глава. Я благодарю Духа Святого за то, что Он так прекрасно подводит это все. Я хотел читать те же самые стихи. Римлянам, 8 глава. Давайте это возьмем выше, с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, потому что живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживет и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Но если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете, дела плотские, то живы будете. 14 стих, это тот, который я хочу, чтобы вы оставили на экранах, чтобы он остался. Это тема моей проповеди. Ибо все вводимые духом Божьим суть сыны Божьей. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываете Ава Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Кто свидетельствует об этом? Мы сами себе дух Божий свидетельствует нам. 14 стих. Все вводимые духом Божьим, суть сыны Божьей. В моей прошлой проповеди я говорил о духе святом. И говорил, что Иисус был рожден от Святого Духа. То есть, хочу немного объяснить, как я вижу троицу. Дух, Сын и Отец. Это одно. Но что делает Дух Святой? Он делает, ну, с нами, как неверующими мы людьми были, не веровали в Бога. Дух Святой, он был уже с нами. Он влек нас к Иисусу Христу. Христос омывает нас, делает нас святыми и пригодными для служения Богу. И Бог этим Духом Святым, который влек нас к Христу, наполняет нас. И Слово говорит, я хочу с ними и вас буду. Он был с нами, Дух Святой, Он нас привел к Иисусу, омыл нас, наполнил нас Святым Духом, чтобы мы дальше и шли и исполняли Его волю, имели Дух Божий внутри себя. Это работа Святого Духа в нас. Итак, Христос был рожден от Святого Духа. Мария говорит, ну я же не замужем, как это со мной может быть? Это неправильно, как я понимаю, мужчина должен быть в моей жизни. Он говорит, Дух Святой найдет на тебе. Сила Всевышнего осидит тебе. Мы рождены от Духа Святого через покаяние. Дух наш родился для Господа. Это работа Духа Святого в нас. И потом мы читаем, что был исполнен от рождения Духа. Луки 2 глава 52 стих преуспевал в премудрости и в возрасте, в любви у Бога и людей. Но мне интересно подметить момент, если мы прочитаем 1 послание Иоанна, 2 глава, там говорится о четырех уровнях. Дети, отроки, юноши и отцы. Когда Христос был в детстве, Он был в послушании своих родителей. Посмотрите, когда Он был юношей, отроком в 12 лет, Он приходит в храм, и учителя удивляются Его мудрости. Откуда ты все это знаешь? Откуда это пришло все? Тебе 12 лет. А Дух Святой научает его. Он подготавляет его к служению. Смотрите, когда мы прочитаем послание Иоанна, говорит, отроки, потому что вы познали отца. Приходят к нему родители и говорят, что ты сделал с нами, Чадо? Мы же ищем тебя уже 3 дня. Говорит, неужели вы не знаете, что я должен пребывать в том, что принадлежит моему отцу? В 12 лет отрок, он знает своего отца, но на определенном уровне. Дальше, если мы посмотрим в этой 2 главе 1 послания Иоанна, говорит, об отцах, ибо они познали безначального. То есть познать отца, как на уровне, что это принадлежит моему отцу, это один уровень, но познать Бога, как безначального, как Вседержителя. Когда мы говорим о уровне детей, они познали Бога, только как прощающего грехи. То есть конечный результат Божьей любви. Бог пришел в мир, полюбил нас, отдал себя ради нас, чтобы искупить на себе. Прощение грехов. Это самый низ нашего первого возрастания в Иисусе Христе, когда мы родились от Духа. Дальше Христос, Он проходит, это Он оставляет нам след, к которому мы идем. Я хочу, чтобы мы просто проверили себя, где я нахожусь. Крещение Святым Духом. Кажется, был рожденный, исполненный, наполнялся премудростью, но Он приходит к реке Иордан, принимает крещение Святым Духом. Но кажется, ну вот уже всего достиг. Открытое небо, сходит голубь, такое прекрасное, как бы, слово утверждения для тебя, ты сын мой возлюбленный, ну вот, кажется, вот все мое усыновление, вот все, чему я стремился, я уже получил печать, вот оно, Дух Святой, вот это запечатление, вот это слово, ну все, ты же уже сын Божий. Но там было, в этом слове, Бог сказал, в тебе мое благоволение. Я имею что-то в тебе, и ты должен исполнить эту благую волю. Если ты это не исполняешь, эту благую волю, твое запечатление остается с тобой. Но ты не можешь называться Детем Божьим, если ты не исполнил благую волю своего Отца. Что делает дальше? Давайте мы посмотрим Луки, или даже Деяние, то, что брат сегодня говорил, Деяние 1.8, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Он всегда был с нами, Он вел нас к Богу. Но пришел момент, когда Он пришел в нас, как учитель, наставник, помощник. Здесь Луки, когда мы говорим о крещении, Иисус Христос, когда принял крещение, 22 стих 3 главы. Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. 4 глава. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Он был крещен Святым Духом, но когда пришло водительство Духом Святым. И Римлянам 8.14 говорит, и все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьей. Не когда ты на Иордане получил крещение, и на этом закончилось твое спасение. Да ты уже спасен, получил все, что ты от Бога хотел. Но Бог тебя искупил, чтобы ты для Него что-то сделал, что Он от тебя хочет сделать. Чтобы ты Его благую волю исполнил. И когда ты будешь исполнять волю своего Отца, тогда ты называешься Детем Божьим. Ну, кажется, зачем это? Куда же Он меня, не на Хавайях, куда-то повлек меня Дух Святой. А повлек меня в пустыню. Нету ни моря, но солнце, конечно, горячее, чем на Хавайях. Но, кажется, зачем мне это? Я же уже Детя Божьего, я уже Сын Божий, сам Бог сказал обо мне. Зачем мне идти в пустыню? Ну, вспомните слова, которые говорил Иоанн Креститель. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Силу. Иисус на Ярдане исполнился Святого Духа. И это исполнение повело Его в водительство под Святым Духом, в пустыню для крещения огнем. Но мы можем сказать, ну, зачем мне это все? Это какое-то искушение, это не от Бога. Зачем мне пустыня? Я уже дитя Божье. Я же уже спасенный, запечатленный. Зачем мне это? Но если мы не послушны Господу, мы имеем это начаток нашего спасения. Мы должны возрастать в нем, совершать его в послушании воли Божьей. Иисус Христос там в пустыне. Это юношеский уровень, если мы посмотрим послание Иоанна. «Юноши, вы сильны, потому что Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Юношеский уровень. Слово Божье пребывает в вас. Это то, что делал Иисус Христос в Луке 2,52. «Преуспевал при мудрости и возрасте в любви у Бога и у людей. Возрастал из отроческого уровня после того, что у него было в храме. Он начал возрастать, до юношеского образа. И когда он пришел, так и сам Иисус Христос является Словом, Словом своего Отца. Но он стоит в пустыне в борьбе, когда лукавый приходит и искушает его. И само Слово Божье отвечает написано, написано, сказано. Когда ты наполнился Святым Духом, наполнен Словом Божьим, тогда ты будешь побеждать лукавого. А когда ты получил крещение при Иордане, но ты не пошел в эту пустыню, ты не вошел в свое предназначение, ты не вошел, чтобы быть испытанным и тогда называться Сыном Божьим. Смотрите, что произошло с Иисусом Христом дальше. 14 стих 4 главы Луки. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Мне кажется, вот всех Бог призвал к труду, к служению. Мы говорим, ну, у всех, каждый имеет какой-то дар, какое-то служение, что-то должен каждый делать. Это открыто для всех, это свободно для всех. Но кто захочет пойти в пустыню? Кто захочет быть Вадимым, чтобы быть испытанным, найтись упригодным для Божьего служения? Я думаю, вы помните такой рассказ или притчу за горшечника одного. Он делает тебе в кувшины много разных, красивых и не очень, для разного употребления. Но все обязательно должны были пройти через печь. Он не говорил, ну, этот красивый такой сосуд для красивых цветов, для букетов, ладно, в печку не пойдешь, ты же такой красивый. Он говорит, там обязательно каждый кувшин, каждая посудина должна пройти через печь. Но один такой красавчик думает, а зачем мне это? Пошел и спрятался за печь. Прождал, когда все пройдут огонь. Он вышел, встал с ними в один ряд. Он немного даже цветом отличался, не такой светлый, как от других. Он ярко так коричневым цветом отличался от других. Но когда горшечник налил в него воды, как во всех остальных, наливает один уровень воды по горлышкам, на 24 часа, и наш красавчик поплыл со всех сторон. Он не прошел печь, он не прошел испытания, он не наполнен Словом Божьим, он не приучил свои руки к борьбе. Когда Слово Божье это обоюдо двухсторонний, обоюдо сторонний меч для борьбы с лукавым, где ты употребляешь Слово Божье как щит веры и учишься, как работать мечом Словом Божьим, чтобы победить лукавого. Ты можешь иметь этот меч у себя здесь или на шкафу, но никогда не научиться работать этим мечом. Какой из тебя воин? Кто ты в Иисусе Христе? Иисус прошел, оставил нам след, чтобы мы шли по следам Его. Где ты остановился в следовании за Христом? В рождении от Святого Духа? В наполнении? В крещении? Или в исполнении? А потом в силе Духа Святого? И потом разнеслась от нем молва, что Он вышел в этой силе Святого Духа. Но мы говорим, ну зачем нам испытания? Мы молимся, Господи, не веди нас в искушение. Я хочу заметить эту разницу испытания и искушения. Писание говорит, радуйтесь, когда впадаете в эти искушения, потому что вера ваша будет испытана, она станет драгоценней золота огнем очищенного. То, что ищет нас Господь. Мы говорим, ну если Бог дал всем, а мне Бог ничего не дал, вот все могут что-то делать, а я ничего не могу делать. Потому что твой Бог, Он самый лучший горшечник, Он знает, что ты через печку не прошел. Он не хочет налить в тебя то, что разорвет тебя, то, что ты не вынесешь, то, что ты не понесешь. Чтобы вера твоя была испытана огнем очищенная. И по мере веры Бог дает Духа. По мере веры дает дарование. По мере веры дает силу и помазание. По мере веры. А вера очищается огнем. Когда ты наполнен Словом Божьим. Когда ты научился воевать. Если ты стоишь и думаешь, или сидишь и думаешь, почему что-то не работает в моей жизни. Если Иисус говорит, вы больше меня сделайте, потому что я к Отцу моему иду, а я смотрю в свою жизнь, и этого не нахожу. Я не пошел в пустыню. Пустыня это не просто, ну мы можем сказать, ну у нас у всех же проблемы. Мы все же в испытаниях, у нас у всех какие-то конфликты, проблемы. Ну мы же все же испытываемся. Пустыня это 40 дней поста. Пустыня это проверка моих отношений с моим Богом. Это проверка, насколько я наполнил Словом Божьим. Это проверка, это моя молитва, индикатор, Господь, как у меня отношения с тобой. Может я же годами не слышу твой голос, а говорю, что у меня есть с тобой отношения. Может я за прошлый месяц ни разу не открыл Библию, и уже неделями не молюсь, я говорю, у меня с Богом отношения, я христианин. Я хочу сказать что-то очень, может, радикальное. Все теплые христиане, идут в ад. Очень просто. Если ты не зажжен огнем Святого Духа. Все, кто не имеет огня в себе, они через огонь не пройдут, он испалит их. Все, кто не имеет живого Бога, кто не имеет этой живую воду внутри себя, они пойдут через реки, они их потопят. А тот, кто имеет в себе потоки реки и воды живой, говорит, и реки не зальют эту любовь Божью в нас. Иоанн говорит фарисеям и саддукеям, даже не думайте называться детьми Авраама. Вам нужно покаяние. Вам нужно проверить. Если Христос прошел и оставил след для меня, иду ли я по следам Его? Готов ли я пойти в эту печь? Знаете, если мы немного поговорим о пустыне, мы можем вспомнить израильский народ, который был в пустыне. Иисус Христос был в пустыне, Иоанн Креститель был в пустыне, апостол Павел был в пустыне. Но мы можем сказать, ну какая разница в этом всем? Кто-то идет в пустыне по принуждению, а кто-то идет туда добровольно. Кто-то идет по влечению своего Божьего Духа, ведь он был в пустыню, а кого-то нужно повезти в пустыне, чтобы выжарить с него Египет, чтобы этот грех от него отстал, чтобы его нужно оторвать от этого мира. Иисус, когда молился о своих апостолах, учениках, последователях, он говорит, не хочу, не говорю, чтобы ты забрал их оттуда, но чтобы в этом огне они устояли, в этом мире, в этих искушениях, они устояли. Израиля пришлось убрать с Египта, но Египет так и остался с ними, который погубил их в пустыне. Они не выдержали. Вера у них была очень маленькая. Видя все чудеса и знамения, кажется, ну почему вера у тебя нет. Если мы будем говорить о богаче и Лазаре, там Авраам сказал, если даже мертвый встанет, не поверят. Но у них есть слово, у них есть Моисей, пророки, пусть его слушают. Но мы можем сказать, почему нет веры. Принужденная пустыня, это милость Божья. Говорит, если бы вы судили сами себя, добровольно ишли в пустыню, искали Господа, налаживали посты, смиряли свою душу, говорили, Господь, я не вижу моих отношений с Тобой такими, как я хотел. Я не вижу, чтобы я так горел, как я горел при крещении Святым Духом. обнови меня огнем Твоим. Я иду в посты, я ищу Тебя, Господь. Если у тебя нет этого желания. Кто-то другой начал петь тебе песню о любви. Этот мир, которого ты заслушался. А Иисус говорил, ты в любовью, вечно и возлюбил тебя. И мы перестали слушать его песню. Нас увлек кто-то другой. Но потом, если мы сами добровольно не идем назад к Господу, Он судит их, чтобы не были осуждены с миром. Это есть принужденная пустыня, когда Бог работает с человеком, говорит, пробудись, проснись, посмотри на мои отношения с Тобой и на Твои отношения со Мною. Может, как в наших relationship, в семье, в отношениях, ты можешь, как муж, быть очень довольным своими отношениями с женой. Очень довольный. Удовлетворенный, довольный, радостный. А когда ты спросил у своей жены последний раз, если она удовлетворена твоими отношениями с ней? Когда ты спрашивал, дорогая, тебе нравится вообще, что происходит у нас в семье? Мы что-то поменяем, мы что-то сделаем? Или мы живем только то, что угождает нам? То, что нравится нам? Чтобы нам было приятно. Нам приятно быть всемогущим Богом. Мы у Него попросили, Он нам сделал. Мы там помолились, все совершилось. Ну, почему бы не служить такому Богу? А когда Бог говорит, а когда в последний раз ты просто падал предо мной? Говорил, Господь, сделай что-то со мной, поменяй меня, соверши что-то во мне. Если мы не проходим добровольную, принудительную пустыню, то придет огонь вечный озеро Огниное. Поэтому мое сегодня слово к нам, к вам, дорогие друзья. Являемся ли мы детьми Божьими, последователями, последами Иисуса Христа им оставленными? Ну, мы можем сказать, вот, это еще не пришло мое время. Это не тот момент, это не время Божье, как недавно Александр проповедовал. Много чего, сомнения приходят в наш дух, чтобы увести нас от испытания. Испытание приходит от Господа. Он желает испытать нас, чтобы потом сильно благословить нас. Чем сильнее испытывает он нас, сильнее может благословить нас. Больше может доверять нам. Это так в отношениях происходит. Ты больше знаешь человека, ты больше можешь доверить ему свое сердце. Так отношения с нами работают с нашим Богом. Прежде чем он откроет тебе свое сердце, как любящего отца, он хочет проверить тебе, что ты сможешь выдержать это откровение. Ты сможешь сохранить его, перенести и другим передать, способных других научить. Вот как работает любовь Божья. Он ищет в себе сосуды, которые после Ваеордана стоят, услышали слово, ты сын мой возлюбленный, тебе мое благоволение. И не вернулся назад к Назарет своим друзьям, товарищам, родственникам, сказал, ну, все, я же все совершил. Веру сохранил до крещения, течение совершил до духовного крещения. Говорит, это крестящий Духом Святым и огнем. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Сила пришла после огненного крещения. Сколько из нас добровольно после Иордана говорят, Господь, поведи меня в пустыню. Сегодня мне не понравилось, когда первый брат, он говорил, мы просим, Господи, дай нам силу. А я свяжу, думаю, Господи, а мы же понимаем, что мы просим, Господи, дай нам силу. У нас он поведет тебя в пустыню. Он поведет туда, где он сможет испытать тебя и тогда дать тебе сил. Смотрите, интересный пример. Здесь же Иисус Христос, что является учителем нашим, наставником, за которым мы идем по его следам. Первое его чудо в Кане Галилейской. Он пришел, у них не хватает вина. И Матерь Иисуса Христа подходит и говорит, а вы сделайте все, что Он вам скажет. Иисус говорит ей слова такие, женщина, еще не пришло мое время, не пришел мой час. Но она не останавливается на этом, она говорит, все, что Он скажет, вы сделаете. Как бы она подтолкнула Иисуса к чудесам. Это Мария, которая слаживала все это в свое сердце, все, что говорил ей ангел, все, что она видела в своем сыне, она знала, кто Он есть. И пришел момент, она его просто подтолкнула, говорит, все, что Он скажет, сделайте. Он говорит, еще не мое время, не мой час. Говорит, сделайте. И потом Иисус отворил сколько вина? Там было пять-шесть сосудов по тридцать галлонов каждый. Это лучшего вина. Распорядитель говорит, к жениху подошел, говорит, что такое? Лучшее нужно было давать первым, а потом давать последнее. Что, когда в нашей жизни мы можем стоять и думать, здесь мы стоим между Иорданом и пустыней. Мы стоим и шатаемся, мы говорим, а Бог ли влечет меня в пустыню? А может, это не мое время? А может, это не от Господа? А что мне делать? Почему я здесь стою? Почему нет этой силы? Дух Святой влечет тебя. Не бойся. Господь говорит, я с тобою. Все я с вами во все дни, в хорошие, в плохие, до скончания века. И если мы в руке Божьей, и Он ведет нас в пустыню, не бойся, малая чада, ты в руке Божьей. Ничего не повредит тебе, если ты будешь в послушании Духа Святого. Дети Божьи, я хочу, чтобы мы проверили свое сердце. Мы сказали, Отец наш, Дух Святой, научи нас. Если тебя Иисус послал как Учителя в мою жизнь, научи меня, наставник, наставь меня, поведи меня по пути Иисуса Христа, чтобы мне не только называться, но и быть дитом Божьей. Аминь.